Я собираюсь поделиться с вами одной теорией. Я знаю способ, как стать богатым. Вот он. Вам не нужно выяснять, как стать миллионером. Остановитесь. Вы совсем не с того начинаете. Сейчас я заложу вам в голову концепцию богатых людей, чтобы вы смогли понять их. Как стать миллионером? Единственная разница между успешными людьми и всеми остальными только в том, как они думают. Богатые думают иначе. Перестаньте вестись на советы, что вам нужно повысить квалификацию. Для успеха вам не нужна другая квалификация. Вам нужно изменить свой образ мышления. Только в этом дело. А проблема старого образа мышления заключается в том, что когда вы решаете, что хотите стать миллионером, вы сразу начинаете думать, как заработать миллион. Что ж, эта мысль не приходит вам в голову. Поэтому вы расстраиваетесь и бросаете эту затею. Мозг видит эту большую цифру и логически не может прикинуть, как к ней приблизиться. Вы не можете придумать, как заработать миллион долларов. Остановитесь. Вы совсем не с того начинаете. Предположим, я скажу вам, как вы можете стать миллионером с тем, что у вас есть. Потому что дело в том, что у вас есть все необходимое, чтобы стать богатым. Вы просто не понимаете этого. У всех вас есть дар. Бог дал это вам, когда создал вас. Бог никогда не создавал ни одной души, не дав им этого дара. И этот бог, создавший вас, очень умный бог. Когда он создал вас, он вложил в вас дар. Он не спрятал его в океане, не спрятал в горах, не спрятал под кучей камней, чтобы вы не смогли найти его. Бог вложил в вас то, что вам нужно, уже при рождении. У всех вас есть дар. Вы просто должны определить его. Это то, что бог дал вам при рождении. Это то, что вы делаете наилучшим образом и с удовольствием. Это и есть ваш дар. Вы только зря тратите время на остальные дела. Понимаете меня? Вы зря теряете время. Когда утром срабатывает ваш будильник, и при этом вас тошнит от этого, то это означает, что вы занимаетесь не тем, к чему у вас есть предрасположенность. Вы идете против того, кем создал вас Бог. Кто из вас знает, в чем заключается ваш дар? А кто еще не знает своего дара? Хорошо, позвольте мне рассказать вам, что нужно сделать. Придите сегодня домой. Ни с кем не разговаривайте. Сядьте и поговорите с собой. Что же я люблю и что у меня лучше всего получается? Это не займет у вас много времени. Вы уже достаточно взрослые. Запишите это. Меня не волнует, если это общение с людьми. Меня не волнует, если это присмотр за детьми. Меня не волнует, если это выпечка. Меня не волнует, если это живопись. Что бы это ни было, это то, что вы умеете. Да хоть пение. Запишите все, что у вас получается лучше всего. Это ваш дар. Вот и все. Вам не нужно спрашивать об этом кучу людей. Они не расскажут вам о вашей жизни. Если вам звонят люди, то со своими проблемами, верно? Они же не звонят вам с вашими проблемами. Вы уже с даром. Просто не знаете, как конвертировать его в миллион. Позвольте мне задать вам один вопрос. Как вы думаете, кто-нибудь заплатит вам 10 долларов за ваш дар? Всего 10 долларов? Могли бы вы присмотреть за детьми за 10 долларов? Могли бы вы постричь кого-нибудь за 10 долларов? Могли бы вы постричь газон за 10 долларов? Могли бы вы приготовить обед за 10 долларов? Могли бы вы сделать что-нибудь за 10 долларов? Разве вы не умеете делать что-то, что любите и умеете за 10 долларов? Хорошо, как только у вас есть это что-то, за что кто-то готов заплатить вам 10 долларов, значит с этого вам и нужно начинать. Вам не нужно выяснять, как стать миллионером. Вы просто должны выяснить, что приносит вам 10 долларов. Итак, идем дальше. Вы делаете это и получаете 10 долларов. Как только кто-то заплатит вам 10, сделайте это еще 10 раз, что бы это ни было. Приглядите еще 10 раз за детьми, получите еще 10 раз по 10, и вот у вас уже 100 долларов. Когда вы получите 100 долларов, что бы вы ни делали, сделайте это еще 10 раз. Вы не должны усложнять себе жизнь, просто сделайте это еще 10 раз. И вот, вы заработали 1000 долларов. Что бы вы ни делали, чтобы заработать эти 1000 долларов, не усложняйте, не умничайте, и сделайте это еще 10 раз. Теперь вы заработали 10 тысяч долларов. И вот вы чувствуете, что немного растете, и угадайте, что вам нужно сделать, чтобы расти дальше. Вам просто нужно сделать еще немного. И чем бы вы ни занимались, заработав 10 тысяч долларов, вам просто нужно сделать это еще 10 раз. Чего же вы ждете? Если вы сделаете это еще 10 раз, вы получите 100 тысяч долларов. Да, вам уже придется масштабироваться и нанимать людей, но вы должны понять этот простой принцип, что все, что вы сделали за 10 долларов, вам нужно умножать на 10, а затем еще на 10. И рано или поздно вы придете к своему миллиону долларов, а потом и к 10 миллионам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...